Черкассиян Медиа приглашает вас на фестиваль кавказской поэзии «Анакле-2023». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как поэту для меня очень важен этот фестиваль. В первый же год моей работы в Черкесском культурном центре у нас возникла идея проведения фестиваля кавказской поэзии, который вследствие стал традиционным. Первый фестиваль состоялся в 2017 году, нынешний пятый юбилейный, так как из-за пандемии коронавируса пришлось пропустить 2020 и 2021 годы. Каждый сентябрь принимает наша анаклея всех наших братьев и сестер со всего Кавказа и со всего мира. Сегодня они присутствуют из Израиля, из Йордании, из Соединенных Штатов Америки, из Турции. Вообще 20 человек приехало, делегация огромная и потому у нас торжество, можно сказать, что продолжается. Присутствуют Дагестан, Ингушетия, Чечня, Осетия и, конечно же, Северокавказские и Черкесские республики. И Грузия сегодня держится, держится на пульсе кавказских тенденций. И выбор места не случайен, так как именно в анаклеи установлен памятник черкесскому геноциду. И с тех пор анаклея стала символом кавказской солидарности. Традиционно фестиваль начинается здесь, у памятника. Откру с кавказской солидарности, кавказской солидарности, кавказской солидарности. В этом году в Кавказе уже работает возникновенность. Он показывает, что в Кавказе не будет, как у нас есть цифры. Геносайд! 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 Да здравствует Кавказ, да здравствует наши народы и процветание всем народом планеты мира и взаимопонимания. Грузинское государство решило здесь посвятить именно жертвам черкесского геноцида мемориал, сотворенный черкесским автором Кочесоковым и осуществленный грузинским государством. Ко всему этому огромное отношение, ключевое отношение имеет черкесский культурный центр, который уже 12 год работает беспереривно и очень благотворно. На сегодняшний день фестиваль собирает поэтов, пишущих на родных языках, исполнителей, музыкантов со всего Кавказа. Это так. Без языка, без культуры народ исчезает, уходит песок времени. И поэтому, чтобы не произошла ассимиляция народа, исчезновение народа, призваны вот такие фестивали. Каждая народность пишет на своем родном языке, а другие национальности об этом не могут знать, если их не перевести. А Черкесский культурный центр издает книги, сборники кавказской поэзии, которые очень значимы. На сегодняшний день я не знаю вторых таких людей, которые издают эти книги, переводят. Мы в этом году, например, перевели. Я на аварский язык перевела грузинский поэ, это Элгуджи Маргио. Аминат на даргинский язык перевела. Если бы не было подсрочек, мы их не могли бы знать. Мой муж, Мухаммад Гокбари, он, когда ездил в Турцию, он всегда посещал Черкесский культурный центр. И он приезжал переполнен такими эмоциями и всегда рассказывал, как эти люди позитивно мыслят, как эти люди любят свою родину, сохраняют вот этот образ родины, эти горы наши в своих сердцах, даже будучи Турцией. Поэтому у нас были крепкие связи. Набдевали Ахбизур иш-фестиваль. Халаси Баркалла, Хышав. Иш-фестиваль Барипси. Набдевали Ахбизур иш-фестиваль. Для всех это не только возможность познакомиться, поделиться своим опытом, послушать звучание произведений на национальных языках Кавказа, а также, как итог, сборник стихов и переводов самих участников фестиваля. Иш-фестиваль Баркалла, Хышав. Садок Аллах Баркалла, Хардуния, Хоуурбину, Танкверцлух, Хюонагейнабелла, Сасама, Гаттлух. Садок Аллах Баркалла, Хышав. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно же, фестиваль в Аннакале не проходит без концерта с участием местных коллективов Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»